здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас в гостях наш частый гость депутат московской областной думы член комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям дмитрий валентинович дениско здравствуйте дмитрий валентинович ну вы у нас часто речь у нас сегодня пойдет о таком депутатском отчете такой важный документ который вот у вас на столе находится его я так понимаю можно увидеть и услышать и те ответы которые мы получим сегодня но сразу же скажу что я даже не знаю уже какой вы раз у нас находитесь поэтому мы с вами все время получаем от вас информацию но прежде всего какой самый главный вопрос сегодня сейчас для вас до того как мы к отчету приступим на самом деле все вопросы они взаимосвязаны и то что я буду отчитываться это не мое желание это моя обязанность по закону каждый депутат должен обязательно читаться о своей работе и так получается что когда ты отчитываешься ты говоришь о планах которые стоят на сегодня и часто многие мероприятия которые идут они не заканчиваются быстро да 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 у нас есть много серьезных инфраструктурных проектов которые длятся уже не первый год и еще будут идти ну и так как мы с вами выстраиваем эту работу по вопросам то давайте начнем начнем с наказа в избирателе перед тем как вот этот отчет делался все сколько наказа ведь они же не только один день собираются они же все время живут они все время приходят есть какая-то может быть цифра или порядок как это происходит есть и цифра есть и порядок на самом деле 21 год он был годом непростым это были год выборов депутатов московской областной думы депутатов государственной думы поэтому было очень много встреч с жителями был на системной такой основе был организован сбор наказов то есть у нас поступило более 13 тысяч заказов в люберецком округе часть наказов были отработаны прямо во время избирательной кампании до часть наказов категории а который серьезный который требует серьезных финансовых вливаний были включены в программы правительство московской области федеральной программы таких по моему около 130 вопросов и на местах были созданы группы рабочие группы в куда входят депутаты обязательно и региональные и муниципальные обязательно представители администрации замглавы по всем направлениям где есть наказы и эти рабочие группы делают такую некую рабочую карту по каждому наказу разбирают и сопровождают до исполнения то есть нет такого что где-то кто-то что-то не записал не сказал все под контролем только выполнение того или иного как наказа зависит от его сложности до от глубины тех вопросов которые но необходимо решить я бы сказал что система работает но всегда есть когда заказ наказ невозможно реализовать быстро всегда есть опасность что он где-то затеряется такой есть и даже у нас и даже у меня это бывало и часто мне жители в соцсетях пишет вот вы нам обещали что-то да и не сделали да я очень благодарен таким людям потому что это да это бывает что где-то упускаешь или например как мне вот там одна ситуация была что мне уже доложили что там все сделано там с парковкой а мне житель пишет это на этом на первом панковском а мне житель пишет а вы вот обещали не сделали я говорю как не сделали мне уже доложили полгода назад что все сделано в результате мы поехали и выяснилось что там все сделано а чуть-чуть осталось место где проходят кабели там нельзя было за асфальтирует там ну коммуникации проходит но при этом как будто я сигнал был на тот момент я понял что я как бы мне сказали а я не проверил что этот вопрос отработанный получил такой некий укол то есть надо проверять надо ну этот пример может быть показывает что все нормально докладывает правильно ну пас и по сути до желательно проверять ну давайте пройдемся сейчас по основным параметрам чего удалось добиться может быть какие самые сложные бы чем занимались да и что получилось да скажем так ну еще раз значит год был выбранный и выбор это не просто вот мы идем на избиратель участок и голосуем да это некая отчетность и жители ставят оценку работе в двадцать первом году наши жители поставили отличную оценку работе наши партии партии единая россия на из 25 территорий одномандатно выбрали 22 представители единой россии еще плюс 13 депутатов пошли прошли по спискам партии единая россия в результате из 50 человек у нас фракция 35 человек то есть это абсолютное большинство мы сохранили свои позиции это говорит о том что жители хотя скажем так много вбросов много фейков и много проблем на самом деле мы это тоже прекрасно понимаем но жители все равно здраво проанализировали и поставим нам отличную оценку скажем так но это наверное прежде чем у дает такой главный момент потому что для них же все делается делается все для нас для всех мы тоже жители мы тоже родители и так далее то есть и каждый из нас хочет жить нормальном обществе где люди улыбаются друг другу и не думают как бы ну там решить самые свои какие-то насущные вопросы и проблемы но если вот начинать скажем так постепенно отчитываться до о каких-то делах ну я бы все-таки начал по роду своей специализации в думе так как я являюсь членом комитета по транспорту дорогам и информатике значит у нас в нашем округе идут очень серьезные инфраструктурные проекты о которых мы уже кстати говорили не раз да да это реконструкция октябрьского проспекта она идет не прерывается есть этапность все идет по плану окончание работ планируется 25 год да это не бы не быстро но при этом все идет по графику это самое главное очень серьезный и не про не простой процесс когда в действующем поле скажем так с кучей коммуникаций происходит такие серьезные реконструкции изменения на реконструкции до мост уже запустили ветку одну моста через москву реку вот м5 активно реконструировался то есть вот этот вот первый так этап закончен то есть ну 23 год это уже должен работать объезд всем скоро до сейчас благодаря вот тоже усилием губернатора московского сида ручья воробьева благодаря помощи федералов одобрен проект дублера егорьевского шоссе тоже очень важно серьезно это одно из самых старых наших шоссе который не реконструировалась которая вызывает нарекания уже очень давно интенсивность движения сумасшедшая вот мы его там латаем приводим как-то в порядок но он это требуется но требует разгрузки вот эта разгрузка сейчас как раз проектируется вот запущен проект называемый узел а который пойдет с латкариным на железнодорожный вот из вот железнодорожной истории уже в полным ходом идет проект mcd-3 который соединит раменская с солнечногорском то есть это типа метро и будет пересекаться с метро транспортных до до движения поездов электричка эти будет каждые пять минут почти как в метро то есть это ну пошли вот таким путем путем то есть уже работает эта история там на других направлениях mcd-1 mcd-2 и очень хорошо себя показала очень сильно разгружает дорожную инфраструктуру вообще такая новая новый способ передвижения совершенно он он в общем то с одной стороны старый но при этом он по-новому организована по-новому организован очень удобно причем но у нас же были разные проекты как сюда метро подтянуть вот и не только сюда вот например там в раменске до достаточно удаленная территория но вот с помощью mcd вот этих вот проектов про по сути эта проблема решается что на самом деле важный и очень финансово затратно вот из таких вот транспортных историй это очень важная история мы ее тоже обсуждали здесь это то что люберцы были в пилоте по бесплатному проезду для льготных категорий на коммерческом транспорте да то есть было много там вопросов собирали рабочие столы мы здесь комитет проходил проходил круглый стол проводил в люберцах там с представителями наших перевозчиков с представителями минтранса то есть мы все вопросы разбирали решали там какие-то вопросы мы помогали транспортникам закрывать при этом и требовали от них отдачи и чтобы они контролировать своих водителей человеческий факт человеческий фактор да здесь сейчас нового года это льготная история она распространилась на всю московскую область поэтому теперь любой льготник может бесплатно проехать по на коммерческих маршрутов и никто его не выгонит да никто его не выгонит ко мне по-прежнему поступают ну такие видео присылают мне люди там или пишут там сообщают номера маршруток где где-то произошло где происходит какие-то до неприятности там да вот с водителями грубость там или еще что когда какие-то моменты то все эти моменты мы разбираем и передаем в администрацию приглашаем представителя перевозчика с ним общаемся вот мало того сейчас опять же запущен в некоторых муниципалитетах московской области новый проект по организации транспортного сообщения это так называемые брутто контракты когда перевозчик вообще не зависит к от количества пассажиров которых он перевез он изначально на основании своей статистики говорит о том что он обязуется выполнить столько-то маршрутов столько-то остановок будет столько-то этих неважно сколько он перевезет пассажиров то есть все деньги которые полу платят пассажир они пойдут сразу бюджет московской области а перевозчик будет получать деньги сразу на этапе розыгрыша то есть уже не будет необходимости у водителей смотреть кричать ругаться и главная задача будет приехать вовремя остановиться принять пассажиров высадить пассажиров там и так далее независимость такая и такая история уже работает в москве и себя прекрасно показывать то есть большинство споров просто ушли понятно вот я который больше да сейчас сделаем небольшую паузу напомню что у нас депутат московской областной думы дмитрий валентинович дениско небольшая пауза пусть еще вернемся в студию и продолжим слушать отчет депутата напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях депутат московской областной думы член комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям депутат единая россия дмитрий валентинович дениско и мы остановились на таком важном моменте когда ушли в прошлые времена что набивались эти все несчастные маршрутки потому что чем больше тем больше денег теперь это все даже кажется что и не было такого сказочная такая история и так транспортная проблема и что дальше стоит в вашем отчете о чем бы вы хотели поведать наши ну я хочу сказать что одна из основных задач каждого депутата это принятие закона о бюджете бюджет деньги это вот интересно бюджет бюджет до бюджет это то что реально позволяет создавать планы выполнять программы делать жизнь жизнь наших жителей лучше то есть 2 декабря мы приняли бюджет на 22 год и плановые утвердили плановый бюджет на 23 24 годы у нас бюджет социально ориентированный надо сказать что мы прибавляем в доходной части бюджета и соответственно добавляем расходов это позволяет нам решать очень многие проблемы в том числе и социальные но могу сказать что у нас в двадцать втором году по доходу бюджета вернее в двадцать первом году у нас бюджет дохода 759 миллионов и расходы 800 миллиардов рублей и расходы 805 миллиардов то есть на 11 процентов выше показателей двадцатого года то есть прирастает экономика наша на один из процентов это очень хороший показатель если бы вот все все регионы так росли то экономика россии росла бы очень существенно другими темпами серьезными темпами вот но можно остановиться на работе период коронавирусной инфекции за так как раз имел место быть в двадцать первом году хотя мы уже готовились уже с одной стороны были опытные двадцатый год многому научил но при этом все равно были некие катаклизмы не скажу что все было гладко вот из-за того что вот эти волны не вроде все их ждут но они всегда накатывает очень стремительно и неожиданно не одна к сожалению волна да и регулярно регулярно поэтому у меня было очень ну не скажу что очень много но были обращения как от граждан так и учреждений наших и я оказывал помощь там и скорой помощи и нашим поликлиникам вплоть до того что там пульсоксиметры вот они запрашивают они ломаются ну то есть выдали терапевтом ходит по больным да не секрет во время вот таких пандемий у терапевта доходят до 100 вызов в день понятно что люди все выдержат а техника не выдерживает поэтому бывали такие случаи и просили мы привозили очистители воздуху которые антибактериальные вот в ковидный центр на 8 марта вот у меня просили тогда медики привести им средства гигиены для больных потому что ну иногда не успевает просто нашего система здравоохранения обеспечить вот когда идет лавинообразный всем необходимого лавинообразное наполнение этих коек учреждений да причем было же то что мы уже переделали из фока фок опять да и потом опять второй второй раз опять экстренно пришлось переводить это в ковидный госпиталь то есть такие моменты они конечно негативно сказываются на многих секторах и образе жизни наших жителей в частности вот насчет спорта сейчас очень большая как бы очень большой запрос и надо сейчас думать чтобы опять переделывать ковидный госпиталь ну вот пока нам последняя волна не дает хоть там и вроде бы госпитализации поменьше но все равно ждем ждем надеемся что к лету уже на загрузку до загрузка приличная ну и помогает то что все таки у нас очень большой процент процент вакцинированных я сам вот переболел в январе очень легко скажем так даже и сначала не понял что это ковид пока не сдал там этот пцр ну я так ну понятно что микрон вроде бы как и попроще да но и при этом когда человек привитый то есть у меня все знакомые кто привит они перенесли все это дело очень легко и просто вот по поводу жителей тоже было очень много обращения многие в наши наши старшие поколения особенно те которые но одинокие после к вида не к вид перенесли а для восстановления требуется определенное лекарство которые вот не не входят там в бесплатный перечень вот поэтому были обращения мы поставляли лекарства продолжаем оказывать помощь продуктовыми наборами то есть я всегда говорю помощником то есть если есть потребность человеком никогда не отказываем у нас эта программа постоянно невзирая ни на к виды ни на что поэтому люди знают уже звонят и вопрос решает вопрос мы эти решаем вот значит хочу сказать что в восемнадцатом году я провел 18 личных приемов граждан за год поступило мне 544 обращения так выполнены на 98 процентов эти обращения но есть такие которые тянутся есть такие которые мы не можем физически и юридически оказать помощь потому что они как бы мы даже входим в положение человека но по закону некоторые запросы вот ситуацию человека не позволяет выполнить те или иные пожелания нашего жителя но не проходит он по каким-то параметрам и к сожалению мы вынуждены вот в этом случае отказывать но мы стараемся какие-то варианты все равно для предложить предложить то есть наша задача если ко мне на условно обращается дееспособный человеком и просит помочь материально да я стараюсь как бы все таки не не то что там помочь только выписать какую-то денежку да но и с ним наметить план выхода его вообще из этого кризиса с помощью дам какого-то трудоустройства какие какие-то варианты предложителей чтобы сам человек подумал иногда люди боятся не задумываются и что будет дальше ну они просто как бы не понимают что можно в этой в той или иной ситуации сделать то есть наша задача как бы ну разложить на какие-то составляющие не не всегда это получается но очень часто это получается это я уже не первый год как бы и понимаю сложнее всего это когда мама с маленькими детьми многодетные одиноки вот с ними ну как бы очень сложно хотя опять же сейчас подняли обеспечение по многодетным то есть на каждого ребеночка подняли сумму вот поэтому ну и можно сказать что вот для жителей старше 65 лет кто получает пенсию до 12 700 и живет больше десяти лет на территории московской области поднимает сейчас область датирует еще дополнительно до 17 тысяч это тоже вот нововведение а что было вот так для вас таким самым может быть сложным нерешаемым но все-таки нашли способы вывод прямо довольны этому событию потому что депутатской работе множе много всяких таких вы имеете ввиду вот исходя из этих приемов да так вот потому чтобы очень такое 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 не знаю у меня сейчас вот я не думаю то что сделано я думаю о чем что у нас сейчас делать вот давайте тогда сказать о чем надо сделать есть вот у меня сейчас такая проблема есть бабушка автор алина у нее нет воды она живет частном доме дом на четыре семьи так водовод проходит по участку земель мне этой бабушки то есть чтобы собственник участка не дает техники заехать раскопать этот эту трубу понимаете вот сейчас причем водоканал и говорит мы сделаем естественно мы поможем вам то есть это не задача но мы говорят поможем все отремонтируем только нам надо технику нам не дают нам надо отрыться найти папа ела да да вот я сейчас а человек не может вот кроме суббота воскресенье приехать это уже договорились с этой собственнице она уже согласна пустить ну вот надо брать бригаду землекопов завтра а ехать туда на искать эту опять завтра нельзя бабушка заболела ковидом не приезжайте потому что ну мы может и без нее приедем потому что чё и там на улице делать ну да вот посмотрим но вы понимаете у нас всегда каждый день вот сейчас у меня самолетом микрорайон будет на следующей неделе встречи там несколько вопросов висят вот но я вам по моему не знаю рассказал не рассказывал сейчас вот очень как бы большая у меня проблема в голове с реконструкцией нашей дырки вот немножко замерзла эта ситуация пока вот после нового года никак мы опять не раскачаем ну там есть проблемы с взаимодействием организма действием а с документ оборудования между федералами и областью потому что уже какие-то вопросы закинуты вот из-за этого mcd-3 надо побыстрее как бы это вопрос решить он к сожалению вот не можем сейчас мы его решить хотя очень хочется но вот тут кстати возникает вопрос о сотрудничестве или как о взаимодействии в целиком партии когда единого такого направляющего фактора и плюс депутаты на местах да и и люди вот это весь комплекс вот та самая рабочая группа плюс конкретные пользователи насколько часто у вас происходит совещание как как работает этот процесс ну мы священие происходит тогда когда есть необходимость в начале в самом чтобы сделать некую рабочую карту и понять кто за что отвечает куда двигаемся как двигаемся как решаем и тот или вопрос совещание мы провели уже все задачи то получили и понятны и все отработали теперь это дело как бы надо там на другом уровне двигать и мы вот и романа игоревича тирешкова привлекаем он там в минтрансе работает по этому вопросу в области в наши там работаем но за разным флангом по разных вам по разным флангам да и самое главное что лучше то все понимают что это серьезные вопросы и никто не отказывает никто не отказывает но время к сожалению идет я боюсь что мы до mcd не если не успеем то потом уже просто все разведут руками и скажут ребят ну где вы раньше были а мы вот здесь мы хотим давай здесь да и мы хотим это хотя уже знаете на не надо на тебя косо сможет когда-то 50 раз уже задаешь вопрос там мы же помним лет мы помним мы занимаемся вами ну вот вот так хорошо бывает у нас не так много остается времени о чем бы вы еще хотели рассказать нашим телезрителям и кстати наверняка многие не только жители городского края берется на непосредственно и ваши конкретные избиратели кто за вас голосовала есть люди которые может быть не голосовали за вас вот что еще вы хотели бы из вот я смотрю как огромный документ я даже не думал что отчет такой должен быть огромная прям книга целая но это скорее не отчет это скажем так это план отчета отчет отчет хорошо тогда давайте сделаем так по отчету глобальному главные вещи осветили с ним можно ознакомиться какие планы вот на будущее и наверняка сейчас люди выйдут из этого зимнего сезона пойдут новые обращения появятся какие-то новые избиратели у вас какие сейчас главные что вас в планах вот помимо за воскресной работы у нас в основном работа по контролю федеральных и региональных программ ремонт подъездов вот скоро начнется благоустройство сейчас основной вопрос который мы постоянно там педалируем это уборка территории она очень сложная сейчас этом году до службы она крайне сложно вот но работаем с этим тоже и стараемся не только там как бы передавать информацию но и пытаемся этом чем мы можем помочь в этом плане нашим коммунальщикам вот могу сказать что многие именно управляющие компании там вполне нормально справляются невзирая там на такие как бы на такую снежную зиму природные проблемы да да но в целом в целом проблема есть это это все понимают все знают вот решаем проблемы скажем так и и и и по мере поступления и стараемся как бы обсуждать а что делать дальше то есть чтобы потом надо делать так чтобы мы были готовы к следующим таким проблемам вдруг снега еще будет больше а будем уже готовы да и на и надо понимать что этот год он тоже непростой в этом году мы будем выбирать наших муниципальных депутатов и соответственно уже за этот год надо тоже сделать много из того что нам было поручено в прошлом году поэтому у меня список есть мы по этому списку работал дверь у нас сюда открыты вы всегда приходите поэтому уверен что совсем скоро вы вновь появитесь и студии уже и поговорим о тех насущных проблемах того периода когда у нас здесь будет встреча спасибо вам огромное это депутат московской областной думы дмитрий ватич дениско это только небольшая часть того что мы успели вам рассказать но еще раз говорю что если вы поднимете даже посмотрите наши архивы у нас очень много было программ любую можете посмотреть и увидеть что было сказано там спасибо спасибо этого программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания